Дорогие друзья, это Кухня по заявкам. Кухня, где я выполняю ваши заявки. Заявку можно оставить на сайте телеканала Айда. Там для этого есть специальная желтая кнопка. Кликайте ее, но прежде сформулируйте свою заявку, она уйдет ко мне. Я получил сегодняшнюю заявку, я ее, вернее, выбрал. И она посвящена тому, а можно ли готовить баллонезы из курицы. Ну, вы знаете, жестких норм нет. Конечно, можно. Я сегодня вам покажу целых два баллонеза из курицы, два подхода к приготовлению этого блюда. Блюдо итальянское, естественно, да. У меня была итальянская бабушка. Так что я имею право готовить итальянскую еду. Я начну с более традиционного баллонеза. Такой будет баллонеза традиционной ориентации. Значит, я сейчас для этого поставлю сковородку. Вот такую вот сковородку. Хорошенько ее разогрею. Пусть она греется. И приготовлю куриный фарш. У меня сегодня в качестве курицы только одна ее запчасть, которая называется куриная грудка. Но все то, что я сегодня приготовлю из куриной грудки, можно приготовить из куриного красного мяса. То есть мякоти, бедер или голени. Никто не запрещает. Я делаю, наверное, более такой диетический вариант. Значит, я сейчас пройду к мясорубке, чтобы сделать куриный фарш. Сегодня мой помощник мясорубка от Кертинг. Это тихая, но при этом мощная мясорубка с наглядным дисплеем и простым управлением. Можно сделать до 3,5 килограммов фарша за минуту, нарезать овощи или при помощи насадок приготовить колбасы и кебабы. Значит, вот я сейчас подойду. Я, пожалуй, туда чуть-чуть подработаю размер, чтобы лучше вошел в мясорубку. Я просто каждую филешку вдоль пополам вот так сделаю. Тогда они войдут хорошо. Ну что ж, поехали. Ну вот, с божьей помощью филе готово. И сейчас я обжарю этот фарш. На оливковом масле. Масло Борхес Классик из Испании – это смесь двух оливковых масел, рафинированного и нерафинированного. Благодаря своему особому составу оно идеально подходит для жарки, тушения и запекания. А его деликатный вкус и аромат подчеркнет вкус других продуктов. Наливаю масло. Не жалею, причем, масло. Вот так. Сковородка хорошо разогрета, чтобы сейчас фарш сразу же хорошенечко запечатать. Я сейчас возьму лопатку и обжарю фарш. Поначалу его надо выдерзать, чуть-чуть не перемешивать, чтобы он прижарился с одной стороны. А потом уже можно его перемешивать. Видите, не течет, потому что хорошо разогрета сковородка была. Значит, это такой классический вариант я сейчас готовлю. Ну, классический примитивно к технологии, а не к продуктам. Потому что здесь могут быть фарш говяжий, либо смесь говяжьего и свиного. Вот, и я могу работать дальше. Ну, и беру святую троицу. Беру святую троицу для баланьеза. Это сельдерей. Я возьму сейчас вот так. Это морковка. Вот я возьму вот так сразу две морковки. И лук. Лук у меня вот здесь. Сейчас я все это почищу. Я почищу овощи для двух видов баланьеза. Но готовить буду друг за дружкой. Морковка. Лук. Есть такая некая норма соотношения овощей и мяса для баланьеза. Например, на килограмм мяса берут по 100 грамм каждого овоща. Ну, это можно все делать на глаз, естественно. Сельдерей я по традиции очищаю. Он будет мягче. Теперь я начинаю нарезать овощи. Ну, могу начать с морковки. Мне нужен небольшой кубик. Маленький кубик морковки. Я все овощи одновременно положу. Они тоже должны обжариваться, но я их буду обжаривать уже в сотейнике, чтобы сэкономить на, так сказать, мойке посуды. Лук. Я могу уже сейчас сотейничек поставить, нагревать. И сельдерей. Вот это есть та святая троица для баланьеза, о которой я говорил. О которой я говорил, это уже подготовленная троица. Маленькие кубики. То же самое масло Борхес Классик. Тоже не жалею его. И сейчас чуточку масло разогреется. Вот куриный фарш. Очень хорош. Очень хорош. И я добавляю сюда содержимое доски в ковшик-сотейник. Неважно, что там еще ничего не шипит. Сейчас все зашипит. Значит, я могу взять немного базилика. Мне жалко, видите, терять вот эту ножку. Она очень ароматная, но жесткая. Поэтому я вначале буду использовать ножку. Выбрасывать не могу. Базилик стал очень дорогим. И лучше использовать все. Эта ножка успеет стушиться с овощами, когда надо будет. И станет мягкой. Но уже ароматы даст. Вот овощи сейчас уже схватились. У меня нет цели зажаривать их до корочки. Надо просто, чтобы они стали помягче, чтобы лук стал прозрачным. И чтобы все эти овощи отдали ароматы оливковому маслу. Вот, и уже можно будет, пожалуй, что добавить сюда. Это резанные помидоры в собственном соку. Они могут быть какими угодно. Они все весьма приличны и стабильны. Добавляю резанные помидоры. И я, признаться, люблю добавить немножко томатной пасты для более интенсивного цвета и помидорного вкуса. Сейчас я все вместе прогрею. Пусть томатная база тоже прогреется немного. На овощах. Вот эти вот корешки базилика. Немножко сухих итальянских травок. Это могут быть и французские травки, на самом деле. Прованские, авансузские, не знаю, там, итальянские и так далее, и так далее. Вот так. Вот теперь уже фарш. И вот теперь, смотрите, у меня есть кипяток. Я не любитель добавлять в такое баланьезе вино. Вот немножко по сковородочку смою все вкусные прижарки, чтобы натерять вкус. Все, начинается процесс тушения баланьеза. Ну, надо, ну, хоть минимум 20 минут-то надо потомить. Тут, в общем-то, все готово уже, ну, чтобы стало мягче. Я потом распределю равномерно курицу. Видите, пока курица спеклась такими фрагментами, пусть она тушится, меня это не пугает. Я потом покажу вам, как сделать баланьезе равномерным. Ну, разве что сейчас еще посолю. Это была соль. И позже я добавлю еще свеженького базилика, потому что, если добавлю его сейчас, то его вкус может и аромат значительно пропасть. Ставлю воду для варки непосредственно пастой. Я сейчас возьму короткую пасту. Вы знаете, есть, вообще говоря, такая, не то чтобы целая наука, но рассуждение о том, какая паста к какому соусу подходит. Я имею в виду, какой длины паста. Длинная паста к каким соусам лучше, короткие виды пасты к каким соусам лучше. Вот это все можно рассуждать. Я для баланьеза, признаться, сторонник использовать короткие виды пасты. То есть не спагетти, не тольятели, не лингвини и так далее. Вот мне так больше нравится. И я сразу воду посолю. Я думаю, что вы все помните правило 1110, когда на 1000 миллилитров воды, это 1 литр, берут 100 граммов сухой пасты и 10 граммов соли. Это такое итальянское правило. Можно, конечно, так уж строго его не придерживаться, но что-то в этом есть. Это правило говорит, знаете, о чем? О том, что когда варишь макароны, вот так вот по-русски говоря, вари их в большем количестве воды, чем ты хочешь. Чтобы им было просторно, чтобы там не было такой вот густой жижи, чтобы там возникало, и чтобы они равномерно варились. И, кстати говоря, в большем количестве воды вот макарошки в меньшей степени хотят слипнуться. Так что можно принимать во внимание этот факт. Вот, посмотрите, вода уже почти закипела. Но я сейчас пока не занимаюсь этой водой. Пусть она кипит, в конце концов. Я сейчас уже могу более равномерным сделать баланьезы. Видите, спекшиеся куски курицы при обжарке, спекшиеся куски фарша. Мне надо сделать, чтобы они были равномерными, чтобы рагу было равномерным. Поэтому я беру, видите, толкачек для картошки, для изготовления пюре. И прямо во время бульканья вот этого будущего баланьеза я вот так возьму и своим весом надавлю. И тогда эти спекшиеся фрагменты курицы раздавливаются, и рагу получается более равномерным. Вот так. Вот теперь уже ближе к завершению приготовления баланьеза я сейчас рубану сюда вкусненького зеленого базилика. В нашей стране еще популярен бордовый базилик, так называемый реган. Но в Италии о нем, наверное, даже в страшном сне не слышали про бордовый базилик. Там только зеленый. Очень ароматная травка. Накрою крышкой. И я подготовлю сейчас пасту. Я очень люблю готовить пасту, и всегда внимательно отношусь к качеству продукта. Паста от бренда Борхес производится в Италии только из отборной пшеницы твердых сортов с высоким содержанием белка и клетчатки. Я вот сейчас возьму пенни. Пенни регаты, кстати. Что такое регаты? Это когда бороздки. Потому что когда на пасте есть бороздки, то она лучше на себя удерживает соус, лучше его впитывает. Это очень важно, кстати, да. Так вот, здесь написано на упаковке 10 минут. Вот как раз, когда паста будет готова, она сварится 10 минут, у меня уже будет готова как раз рагу баланьеза. И я прямо с пылу с жару подам дымящуюся пасту, вернее, не дымящуюся, а парящую пасту, и парящий баланьеза. И все это, конечно, присыплю тем самым пармезаном, о котором вы уже, несомненно, думаете. Я сейчас аккуратненько упаковку. И так вот, ну, знаете, как дозировать сухую пасту? Обычная норма у итальянцев – это 100 граммов сухой пасты на одного взрослого человека. Потому что из 100 граммов получится не менее 250 где-то, поскольку паста будет впитывать воду, верно? Я могу это учитывать. Вот так. Паста варится 10 минут. Я могу поварить ее 9 минут, чтобы было хорошее аль денте, если хочу. Поэтому паста варится, рагу дорабатывается. Мы с вами увидимся перед подачей уже готового блюда. Дорогие друзья, это программа КПЗ «Кухня по заявкам», где я выполняю ваши заявки. Сегодняшняя заявка посвящена возможности изготовления баланьеза из курицы. Один вариант более традиционный, который я сейчас завершаю уже готовить. Второй вариант будет, наверное, даже поинтереснее, чем первый, но это уже вам судить. Значит, у меня готовятся куриные баланьезы. Я обжаривал фарш, обжаривал овощи, тушу все вместе с томатной базой, со свежим базиликом, с сухими травками. Получаются вкусные баланьезы. И у меня уже варятся. Еще чуть-чуть мне нужно сварить пенни-регаты, и я подам. А пока, чтобы не терять времени, я начну второй вариант. Он где-то вначале повторяет первый, потому что я опять же нарежу вот эту самую святую троицу. Опять морковка. Ну, здесь святая троица, так сказать, разбавится еще четвертым компонентом, который даст мне вкус, даст мне такую умамность. Это вы знаете. Лук вы знаете. Я могу смешивать эти компоненты в сыром виде, потому что они одновременно пойдут все равно в обжарку. Сельдерей вы тоже уже знаете. Сейчас еще немного. И сейчас пойдет четвертый компонент. Вот так. И четвертый компонент, это будут грибы, шампиньоны. Потому что у меня само рагу баланьеза будет без курицы. Курица здесь будет готовиться отдельно. Чтобы дать помощнее вкус, вот мне здесь помогут как раз шампиньоны. Грибы придают вот такой, как говорят, умамный вкус. Это сегодня я вам показываю, ребята, так сказать, новое слово в баланьезоведении. А все остальное будет точно так же. Томатная база, базилик, сухие травки. Все будет так же. Вот я сейчас ставлю это обжаривать. Сотейник вот в таком более широком. Вот так. Тоже наливаю оливковое масло Борхес Классик. И я тем временем, пока нагревается масло, уже могу подать первый вид пасты, первый баланьеза, более традиционный. Я сейчас беру вот такую шляпу. Я сейчас натру сыр. Сразу натру сыр. И для следующей пасты баланьеза тоже пармезан. Вот так. На две пасты мне вполне хватит. Теперь все, быстрая идет работа. Вот так вот откидываю пасту на сито. Пасту в шляпу. Вот мой баланьеза. С учетом того, что тот, кто будет это есть, сам перемешает с рагу. И вот так смачно сверху все это посыпется сыром. Ну и даже я могу сейчас еще вот так вот брутально прямо нарвать кусочки базилика. Ну и возьму-ка я еще маслица, чтобы заблестело у меня все. Вот так вот. Первая паста готова. Теперь начинаю вторую как раз. Вот овощи пошли. Вот видите, с грибами. Не просто овощи, это овощи с грибами. Для усиления вкуса, потому что в самом рагу баланьеза курицы не будет. Овощная база. Все, она уже начинает проседать, уменьшаться в объеме. Потому что грибы ужариваются, да, и падают. Поставлю кипяток опять для варки очередной пасты. Соответственно сотейник. Это уже будут фарфали у меня, бабочки. Куриное филе. То же самое, которое у меня было. Отделяю малое филе в миску его. И вот так беру параллельно доске. Делю филе на две части. Я сейчас обе положу, хотя обе мне многовато, ну, для одной порции, которую я готовлю. Смотрю на овощи. Овощи и грибы очень хороши. Опять, помните, вот тоже самое, томатная база, резаные помидоры. Немножко томатной пасты. Сейчас я все вместе прогреваю. Прогреваю вместе. И помните, да, травки? Вот эти вот сухие итальянские травки. Немножко стеблей базилика. Тут уже я действую, так сказать, по листике оставлю по схеме. Воду для пасты солю. Будущие овощной баланезы солю. Теперь филе куриное. Посыплю филешечки с сухими травками. Посолю филешечки. Посолю филешечки. Вот у меня как хорошо булькает уже будущий овощной баланеза. Все, немного воды и будет тушиться. Достаточно минут 15 тушения. Вот немного воды. Сейчас я даже найду крышку, которая у меня была. Вот первого баланеза, да? Закроем второй. Куриное филе. Масло. Чуть-чуть. Опять борхес классик у меня в руках. Вот так. Эти филешки перемешаю, чтобы зелень равномернее сухая распределилась, маслица и соль. Предварительное маринование. Не навязчиво. Я поджарю его на гриле. У меня сегодня, друзья, гриль Кертинг. Это прибор 4 в 1. Гриль, барбекю, сковорода и даже духовка. Каждой панелью можно управлять раздельно. Раскрыть их на 180 градусов или приподнять, чтобы между ними было пространство. У гриля от Кертинг есть автопрограммы. В них уже все настроено. И остается только выбрать подходящую. Значит, вот гриль. Я сейчас как раз включу автоматическую программу курица. Ну, это будет логично, потому что у меня курица, верно? И гриль сейчас будет разогреваться. И когда он разогреется, он мне даст знать. Я вообще могу даже об этом не думать. Вода у меня подсолена. Я кладу сюда тоже разумную порцию бабочек. Фарфаля, итальянская паста, бабочки. А я тем временем добавлю пока базилик в баланьезе. Такой. Пока это еще такой веганский баланьезе, да? Там ни одного животного продукта нет. Вот базиличок. Вот это, слышите, машина пропикала. И теперь я пошел уже работать с грудкой. И вот так. Для этой толщины грудки 7 минут много, поэтому я чуточку своим решением уменьшу время приготовления. Я сейчас беру сковородку. Не удивляйтесь. Вот так вот. Пусть она греется. Давайте проверим грудку. Я сейчас могу, например, ее даже вот так вот развернуть. Здесь еще немножко погреем. Смотрите, я сейчас беру соус баланьезе и его кладу в сковородку. Вот. Видите как? Теперь я откидываю на сито бабочки и добавляю бабочки вот сюда в сковородку. Это другая техника подачи, когда баланьезе смешивается с пастой. паста у меня сейчас в большей степени недоварена, потому что она сейчас впитает еще влагу вот этого соуса. Вот. Видите как смачно сейчас. Каждая бабочка впитывает в себя соус. отдыхаем. Видите, машина сказала, что готова. Вот, посмотрите, сочная, хорошая курочка. Носка у меня чистая. Сейчас я ее я хочу ее нарезать вот на такие длинные ломтики, чтобы я вот этот коротенький тоже возьму. Вот так. И теперь смотрите, у меня в этой версии болонеза курица будет уже видимо. Ее можно осязать. Это теперь не фарш. И я сейчас вот так вот ее наброшу на пасту. Вот так. Видите, когда такие ломтики курицы лежат, человек сам не сможет перемешать болонеза с макарошками, как в этом случае, потому что здесь фарш, здесь все перемешается. Поэтому я сделал это заедока. Вот в чем моя логика. И теперь опять же сыр. Сдобрю немножко оливковым маслом борхес классик, опять же для блеска. Так. И немножко рваного базилика. Тоже брутально. Он тогда на горячей пасте немножко да еще даст дополнительный аромат. Ну а я мне не положено такую вкусную. Я могу только вот так грудочку себе, да, вот так вот. Посмотрите, ой, сочная. Гриль Кертинг очень хорошо справился со своей задачей. И думаю, что я тоже справился со своей задачей, потому что я приготовил два блюда. Вот вам два болоньеза из курицы. То, о чем вы меня просили. Так что, друзья, оставайтесь на канале Еда. Идите на сайт, желтая кнопка в вашем распоряжении, а после желтой кнопки в вашем распоряжении уже я. До встречи на этой кухне. Редактор субтитров Корректор А.